приветствую вас всех мои родные любимые сердце моему дорогие брат и сестры во христе и все люди на земле всем желаю счастья добра всякого блага в жизни дома ваше здоровье прежде всего на всего всего и мира терпение вам всяких скорбей и трудностей я обещал ответить на один комментарий хочу сделать я на некоторые комментарии буду не просто как я делаю и в общем формате пролистывая все на ваших глазах ну и буду делать записывать некоторые видео целиком отвечая на один допустим вопрос о комментарии брать просто за повод к записи видео обсуждению какой-то темы давайте почитаем лисана лорман пишет пиво пить можно кролику моему исповедь христолюбца или христолюбку спустя я отвечаю отвечу видео и штукой ну обещал отвечаю как вы думаете можно пить пиво или нет ну слово пиво пить можно по сути означает можно ли грех ли я так понимаю да что значит можно или нельзя ну если она из пластика из пластмассы и помойной воды туда ответ очевиден что пиво пить нельзя поэтому начнем мы скорее всего с таких вот банальных вещей банальных вопросов да вот и поговорим о том можно ли пить пиво или нельзя ну как игру начнем с простого если она действительно неизвестно из чего вот то зачем вредить своему здоровью да я в оконцовке закончу подведу к необычные вещи может быть для кого-то скажу о теле христовом о его плоти и крови о вкушении его плоти и питью его крови я говорю ну начнем с простых вещей таких более земных и понятных ну поэтому тут не надо быть сто пяде во лбу пророком врачом или диетологом я если она из неизвестно чего лучше вести по жизни здоровый образ как говорят да заниматься каким-то может быть спортом держать тело свое в тонусе до какими-то легкими атлетическими упражнениями там зарядка гимнастика я не знаю калистеника есть такая работа с весом собственного тела упражнения да вот то если это продукт достойный того чтобы его вкушать вы знаете как он приготовлен до доверяете то почему нет да это одна мысля по поводу вообще понятно что надо употреблять пищу стараться ибо тело наше тоже как любой механизм требует заботы вот топлива ресурсов так скажем да вот второе вы помните начнем уже приближается к телу христов так скажем как аналогии но чуть-чуть еще переходным таким моментом поговорим вот эти вот вообще тему греха я потому что пиво пить можно возьмем я так понимаю я дополню вопрос или тогда расширю грех ли пить пиво да я еще раз тогда сконцентрирую дам свое определение греха как я это не раздел своих видео грех это боль ближнему страдания ближнему вопли которого блага и благодаря тому что вы ему причинили эту боль и страдания выпьют к богу к истине к справедливости к любви вот это настоящий грех кого-то может не устраивает от понимания если она в сердце не лежит это конечно ваше право вот я живу по своему мировоззрению считаю его христианским и причем самого считаю христианским сам в него вношу свой смысл какой считаю нужным я не живу по чужим понятиям я живу вот что у меня здесь вот хотя эти понятия складываются из того же самого евангелия который я читал библии прочих всяких источников информации да и вот грех ли пить пиво ну какой-нибудь религиозник фанатик вам может скажет и грех протестанты много сект многие секты разновидности тоже считают алкоголь вообще грехом вообще не пьют хотя знает прекрасно что в евангелии о господи сказано что он ел с мытарями и грешниками и пил вино а вино от пива чем отличается ну ка там очень умный напишите в комментариях ну чем вино от пива отличается да ничем вкусом принципом изготовления ну чем чем рис от гречки отличается что одно грешно другой нет его что нет не произведение рук человеческих из даров природы очевидно что тогда конечно само по себе пиво не является грехом пиво и прочие закуски к нему прилагающиеся нужно просто напиток а вот грехом может стать свободный выбор человека причинив посредстве употребления допустим это пиво или ради покупок этого пива или ради производства этого пива там какую нечестивую лживую рекламу дали пропаганду вообще спаивания культуры питья это может быть грехом если ты не можешь выпить простую бутылочку или две с друзьями в хорошей компании посидеть пообщаться к чему мы сейчас и подойдем к телу к вкушению тела христова если ты конечно не можешь и тебя после первой бутылочки тянет на ящичек после которого ты напиваешь до такого состояния омерзительного что ты готов всех на свете убить сам весь обливаться обрыгаться это грех тем самым причиняя всем неудобства прийти домой устроить депош избить жену я говорю а поливать своих детей это грех если ты идешь и человек у тебя просит на кусок хлеба реально на кусок хлеба а ты идешь за бутылочкой пиво за баклажкой другой и между поданием куска хлеба этому человеку и пусть эти последние там 150 рублей или сколько там на пиво и ты выбираешь между хлебом ближнего и собственным пивом без которого ты сможешь прожить сегодняшний день и причем идешь с достаточным животом пивным возможно и не только да вот то это грех тогда пить нельзя пиво то есть все грехом является страдание ближнего здесь никто ни в чем не нуждается если ты пьешь за чужой счет это грех если ты алкоголик который уже пьешь только попрошайничаешь ходишь не работаешь клянчишь на это на пиво там на водку на самогон еще на что-то на вино даже на то же самое это грех ты сам хотя бы то зарабатывает выпиваешь ты или упиваешься ты или ты алкоголик уже пропитый будь любезен будь даже алкашом иди сам улицы мети чё хочешь делай ямы копай кирпичи из места на место перекладывай иди сначала на это бухло себе все равно заработай а попрошайничный бухло это грех вот почему потому что причины ты сам никакой пользы несешь несешь еще вред тем более ты скорее все будешь делать обманным путем клянчить что-нибудь вот там я завтра брошу дайте мне последний раз да у меня там дети я детям на хлеб все равно отнесу это скорее все будет в район сам-то упьешься описываешься обкакаешься будешь где-то лежать в поворотнистый алкоголик уже лютый вот грех тогда грех пиво пить еще можем придумать ситуации да полно смысл я понятно надеюсь доношу что такой грех и можно ли пить пиво и прочие вещи здесь можно не только пиво грех ли курить или грех ли то грех лисю вот в религиозно культовых пониманиях грех обычно это то что написано где-нибудь может даже на заборе может быть даже этот забор храма написали там всей мобильный телефон если зазвенит в храме будет грешен и будет наречен смертной казнью через утопление в святой воде заповедь заповедь грех в этом храме с телефоном не отключенным заходить грех перед кем перед тем кто это заповедь придумал вот конечно религиозно культовый мир понапридумал столько грехов которые по сути своих грехами не являются я говорю курить грех дых кто его знает грех то докурили издревле еще до колумба и не только в америке индейцы к трубку мира это у них была культура может курить они не только табак и что-то похлебче но они курили культурно может и курили может помогала им от чего-то говорят говорят куривая и лечит что-то вопрос как ты куришь если ты мамочка одинокая у тебя трое детей и ты куришь и еще просишь деньги помогать тебе грех конечно грех ты прокуриваешь детские деньги грех грех причем потом на них еще и просишь у кого-то это плохо это плохо можно курить ей нельзя у другого куча денег всем помогает у него свое остается сам зарабатывает его собственное тело свое здоровье живет один без семьи беде и без детей никто его эту вонь не нюхает курит в туалете супер вытяжкой никто соседи не жалуется то что он там весь балкон засмолил ну пожалуйста грех это да и пусть у курицы но что человек каждый получает удовольствие от того что мы хотим мы очень привыкли знаете мерить весь мир по себе я есть и я есть истина я есть сущий а весь мир должен под меня подравняться вот я не курю все кури курильщики грешники я вот спортсмена они с животами они грешники чревоугодия пойдут в ад на сковородку я вот не смотрю это кино или не играю в эти игрушки компьютерные хотя может быть другим целыми днями занимаюсь за компьютерами вот они грешники но я при этом получает другого удовольствие я живот читаю книжки святые хотят я же не без удовольствия делал им я хорошие они плохие очень привыкли всем навязывать свои радости и свои неприязни мы считаем за это да то что это нехорошо и другие делать не должны так почему так то один так удовольствие испытать другой так до кого-то пиво на природном уровне может вообще тошнить у каждого есть к некоторым вещам на земле и аллергии смертельные вот эти даже аллергии не вообще не в непереносимости из кузна это уже сам молока по 5 процентов населения не переносит физическая непереносимость молока в хлебе чё там вот это белое то тоже многие мучную к аллергии у кого до смертельных этих анаболических шоков или как она там другие едят спокойно этим ничего вот мы знаем что яд в малой дозе применяется в медицине люди и растений и животных вот казалось бы поганка или там мухомор вреден вреден насколько я знаю тоже в медицине используют яд змеи вреден вреден тоже используют в медицине вот так что по поводу всех этих каких-то внешних понятий греха это уж извините кому это вредит можно любой вопрос рассмотреть кому от это плохо если кто-то страдает и то я говорю надо как я например что такое любовь это не знает что да я вот пил пиво сижу а ему просто это не нравится это грех я же доставляем у неудобства хотя какой объективно объективное неудобство объективное зло доставляем а человеком что каждый человек в принципе нормальный здравый рассуде да это зло я шел по дороге ударил человека другой скажите что это объективное зло причинено этому человеку вонь это курильная, люди морщатся, дети нормально находиться, дети, вернее, не могут в комнате находиться, и родители там смолят. Да им, конечно, это неестественно, без него человек спокойно живет. Сам ты можешь укуриться, да? Объективно, а другое дело, я на расстоянии сижу. Или он просто знает, что я дома пью пиво за футболом, и он святой, а я грешник. Разве грех нет? Я ему какое-нибудь удобство доставил? Не нравится? Не смотри. Или не спрашивай, что я делаю тогда. Это вот очень важное понимание. Это действительно объективное причинение вреда, страданий, боли окружающему нас миру. Людям, животным, растительному миру. Вот это грех. То, что я решил как-то по-своему, ты по-своему удалось что-то получаешь. Ты себе какую-нибудь чайку индийского заказал, может даже за 100 долларов. Хотя я пью чай за 100 рублей в магазине, а ты за 100 долларов заказываешь. Я, может, на те деньги, которые у нас разница за этот зеленый чай, я нуждающимся помогаю. А ты в зеленый супер дорогой чай выпиваешь. Кто из нас грешник-то? Ты, который праведник, не пьешь пиво, но зеленый чай по 100 долларов за пакетик употребляешь. И я, который чай за 100 рублей зеленый пью, пивко на 1000 рублей, ну, со 100 долларов в 6000, 5000 отдаю нуждающимся. Кто грешник, а кто праведник. И ты, значит, пьешь это, да, наслаждаешься, там, смакуешь, сидишь. Это не грех, это чай. А я пивка выпил и спать лег. А может, с друзьями поговорил. Это грех. Объективно понятие греха, всем оно известно, оно лежит у каждого здесь, в умном сердце. Это объективное, действительно, разумное, неразумное, точнее, или как разумно оценимое, объективно оцениваемое, причинение, вреда, зла, боли, страданий, горе, ближний ему. Я говорю, ну, не просто своим, просто существованием. Как меня бесит. Ты меня просто бесишь. Ты еще не говоришь, что ты. Ты просто мешаешь ему жить. Ты не говоришь, что тебе надо застрелиться, чтобы оказать ему милость и любовь. Уйти из глаз его домой, а лучше с этой земли вообще. Нет. Этот человек болен точно так же духовно. И надо понять ему и забить просто на этой ситуации. И давайте теперь о теле и плоти Христовой. Кто мои ролики смотрел. Так, сейчас я с вами поделюсь каналом. Да. На христолюбе, на лайве. Вы, кто не знает, вот я для вас специально записываю, показываю. Есть плейлисты по темам. Прямо тут их можно пролистывать. Больше, меньше. Ну, он прям в первую пятерку входит. Тело Бога Иисуса Христа и его плоти и кровь. Причастие божеского естества и познание Господа Божьего. Ну, короче, тут все поналепил. По нему кликаете. И тут у вас выходит весь плейлист мой. Тут сколько роликов? 25 роликов уже записано. Если вам действительно интересно, что я на этот повод думаю. Я здесь в разных-разных формах. В разном настроении, в разном расположении духа. В разных, соответственно, о разных местах писания. Где-то в свободной форме. Здесь я из канала Христолюб, где по писанию все вставлял. Когда касал и сделал причастие. И Слаева, где записывал. Там я говорил вещи неудобно вразумительные для религиозников. Для верунов. Для некоторых даже кощунственные. Но хлеб и вино, это прежде всего, это понятно, что хлеб это символ жизни. Вино это символ радости. Причем Господь именно первую чашу так и сделал. А потом Он сказал, что это вино, так же кровь моя. То есть это символ. Вообще хлеб и вино, это получается символ такого словосочетания и сути жизни, и цели нашей жизни. Это благо, бытие. Бытие, жизнь, благо, счастье. Счастливая жизнь, хлеб и вино. Но эта жизнь, к сожалению, как Господь сказал, и из крови состоит. Поэтому наша жизнь, хлеб, бывает и радостным, ибо вино веселит сердце. Это вино. И скорбным, это кровь. Поэтому вот это вино и хлеб, вино и, ой, хлеб и вино, хлеб и кровь, символ благой и иногда прискорбной жизни. Которое тоже нам дает определенный опыт. Но я тогда говорил, какая разница, по сути, это вино, сок, это лишь символ. Если ты это уже познал, это не обязательно делать этот обряд каждый день для воспоминания. Если тебе это нужно, делай. Не нужно, можешь не делать. Если ты все уже это понял, тогда тебе это не нужно. И прежде всего, вы помните, что это было на прощальном ужине. Это ее называют вечер любви. А раз это вечер любви, скажите мне, пожалуйста, какая разница, что там будет. Вот эти вот на столе в какой-то стране или в какой-то компании, где пьют не вино, а пивко, ребята. Какая разница? Все эти собрания, это собрания любви, где люди отдыхают, общаются. И будет там хлеб и вино или пиво с киреешками, с рыбками, с фисташками, с орешками, с чипсами или чем-то подобным. Это не имеет никакого значения. Я говорю, сейчас для верунов и для религиозников, для ортодоксов это все звучит вообще. У них начинает голова дымиться, что причаститься можно божеского естества, попив пивка и закусив киреешками. При этом, узнав все радостные события у друга и порадоваться с ним, разделить эту чашу вина, пивко. Он выскажется, вы порадовались, ты порадовался, ты его выслушал, я говорю, улыбнулся, обнял, поцеловал его. И узнав про все его горести, посожалев, посочувствовав, возможно, даже пообещав или тут же, имея связи и возможности, решив его проблемы, материальные, духовные, какие угодно. Это будет причастие. Друг сидит и горюет, блин, всю неделю не виделись, встречаемся по субботам. Встретились, он говорит, да вот попал там, машина сломалась, денег нет, она меня кормит, я таксист. Ты говоришь, братан, сколько надо? Да вот там десятка вопросов. Трое детей, ты же знаешь, у меня или пятеро. Ничего в загашнике нет. Родной, на те двадцать, сделай и езди. Все, ты причастился. Вы помните, что сделал Господь на прощальном ужине? Что он сделал? Когда они спорили, кто из них больше или меньше, Евангелие Танна прекрасно описано. Господь встал на прощальном ужине, снял с себя верхнюю одежду, влил воду в имувальницу и что сделал? И умыл ноги своим всем ученикам, которые спорили, кто из них больше или меньше, даже на этом вечере. Но они, правда, не знали, что значит прощальный, но это их никак не обеляет. И что он сказал-то Петру? Господь говорит, что ты делаешь? Не делай этого. Он говорит, если не умой, не имеешь части со мной, причастия, ты не имеешь части, если не дашь мне оказать тебе любовь. Мы причащаемся друг к другу, становимся ближе, когда мы радуемся вместе и решаем друг другу проблемы. Сорадуемся в радостях. Помните, как Павел прекрасно потом сказал, и у меня там тоже есть ролик, я говорю, на эту тему, один я записал, как он тут назывался-то, я помню, что он с картинкой вот с этой. Хлеб, радуйтесь радующимся, вино, плачьте с плачущими. Вино здесь как кровь, да. Павел прекрасно сказал, радуйтесь радующимся и плачьте с плачущими. Вот прекрасный образ. Так что, вот такой вот, не знаю, для кого-то может необычный поворот событий, для кого-то обычный. Я говорю, причащайтесь на здоровье, чем хотите. Суть жизни в любви. На прощальном ужине в очередной раз, уже в последней практически словами. Господь их учил. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Как? Он дал пример, он говорит, как я возлюбил вас. Так и вы, да любите друг друга. И потому узнают, что вы мои ученики, друзья мои, и будете моими друзьями. Если что, если будете исполнять мою заповедь. О любви. Но при этом, вы помните, он говорил, не раз проповедовал о любви не только к своим, а и к людям нам, казалось бы, посторонним, и даже любить врагов. И это не мечом их рубить за ближних, а благословлять проклинающих тебя, благотворить ненавидящим тебя, и молиться за обижающих вас. Вот оно, какое пивко с кириешками. Ну, я надеюсь, я ответил на вопрос. Ответил полезно, назидательно и весело. Все в совокупе. Доставил вам и радость, и пользу. Лепим ваши любвеобильные, божественные лайки. И вы все, мы с вами, мои родные, любимые сердца, дорогие дети Бога, и дети Бога, Всевышнего Живого Бога. Всех нас создавшего, или родившего, как хотите. Пишите в комментариях ваши мысли, размышления. Я очень рад буду их почитать. Ну, я с вами прощаюсь. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока.